Искусство вне гравитации. В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Инверсия». Ее автор – художник Вячеслав Тишин. Свои скульптуры мастер создает в программах 3D-моделирования. Вячеслав – это и коллекционер, и куратор многих выставок, и даритель сокровищ нашего музея. Но вот сегодня мы впервые с ним знакомимся как очень интересным художником. Дело в том, что некоторые вещи с этой выставки были уже показаны в столице нашей Родины. Но этот проект к сегодняшнему дню окончательно сделан именно для нашего музея. В 2019 году первой работой художника в новой технике стал «Диптих и ты можешь». Он состоит из скульптур «Просветленные мишки» и «Велком». Вторая выполнена в форме протянутой левой руки создателя. Правая украшает территорию дома, где живет художник, и по вечерам немного пугает соседей. Для того, чтобы установить ее, пришлось даже вызывать на помощь спецтехнику, делится Вячеслав. Символично, что именно эта работа изображена на одежде мастера. И у меня загородный дом, там продуваемое место такое капитальное, то есть витраду и ого-го. Естественно, нужно уже фундамент. Это тоже рука создателя, она более эффектная, потому что она огромная. То есть она вот отсюда, да, вот до пола, и вот такие листы. Сын с самого детства хотел быть ближе к изобразительному искусству, рассказывает мама Вячеслава Татьяна. У него отличный музыкальный слух. Учителя говорили – прирожденный музыкант. Однако судьба распорядилась иначе. Я его уговарю. Мы стоим в холодный день на Кировском мосту. Маленький мальчик надудает и говорит – я пойду в художку. «Сынок, Татьяна Галина Давидовна ждет петь, я пойду в художку». В общем, моя роль в том, что я его пустила. Вячеславу всегда было интересно работать с прозрачной формой и светом, при этом использовать современные технологии. Я помню, один из первых телефонов, в который смартфон был, сонец, прозрачный, корпус прозрачный, что-то неудобно. А мне, говорит, нравится. То есть у него это… У него всю жизнь проста, да. Мне всегда хотелось совместить некие технологии и искусство в своем проявлении, чтобы это дарило эмоции. Мне кажется, у него это замечательно получилось. Для создания арт-объектов художник использует монолитный поликарбонат и металлический каркас. В отличие от классических скульптур, арт-объекты полые. Изображение кажется трехмерным за счет игры теней. Свет тоже играет важную роль. Он не только создает настроение. Фигуры можно хорошо рассмотреть. Однако с наступлением темноты их магия исчезает. Впечатление воздушности, невесомости, полета. Вот как вот эта работа, полет в центре-запери, мне очень понравилась. Еще другие работы понравились. Понравилась очень работа Мишки. Семь жизней. Там кошки в розовом цвете. Очень интересно. Потому что человеческая жизнь – это где-то семь жизней кошек. И вот поэтому она так называется, как выяснил автор. Выставка будет открыта до 12 июня. Ксения Баканова, Константин Головин. События.